Семья на дискотеке. Семья на дискотеке и усадьба. ЧАЗ. Сменила прописку. Газета «Коммерсант» номер 108 от 25 июня 2019 года. СТР. 11 на территории музея-заповедника Коломенская прошел. 16. Фестиваль «Усадьба». ЧАЗ. Новое место и новых артистов оценил Борис Барабанов. В 2019 году фестиваль «Усадьба. ЧАЗ» впервые прошел в парке Коломенская. До сих пор из крупных опенейров там проводили только пикник-афиши, а «Усадьба. ЧАЗ». Всю свою историю проходила в усадьбе Архангельская, за исключением 2015 года, когда фестиваль переместился в Царицыно. По словам организаторов, Архангельская сейчас просто не может вместить то количество людей, на которое рассчитывает фестиваль, к тому же часть парка на ремонте. А вот в Коломенском получилось разместить четыре сцены, причем зрительская зона у главной сцены портьер вполне стадионного масштаба. И значит, можно пригласить стадионных артистов. Но дух фестиваля царил не здесь. Все то, ради чего люди из года в год приезжают на усадьбу. ЧАЗ. Происходила на сцене «Аристократ», которая разместилась прямо у белых стен церкви Вознесения Господня. Здесь в течение двух дней выступали Вадим Эйлин Крик, Нина Катамадзе, Дафер Юсеф и Джимми Калум. Здесь читала стихи Чултан Хаматова. Благодаря прозрачным кулисам и крыши зрителям открывался вид на знаменитый храм, и надо признать, что выглядело это гармонично. Именно здесь агентству «Атмания», работающему над усадьбой «Джаз», удалось показать, что музыкальный фестиваль под открытым небом отдельный синтетический вид искусства, а не просто логистическая задача. Многие зрители приехали на фестиваль специально на конкретных артистов. Меломаны цокали языками, слушая группу «The Cinematic Orchestra», только что выпустившую блестящий новый альбом-то «Believe». Но больше всего народа на аристократе собрал британский певец и пианист Джимми Калум. Почему пятнадцатый фестиваль «Усадьба» «Jazz» назвали лучшим за всю историю в 2003-ем, когда вышел его альбом «Tente Summiting», он пробивался к славе плечом к плечу «S» и «France Ferdinand». Рок-н-рольная энергия живет в нем и сейчас, когда ему 39. Он поет и колотит по клавишам, читает рэп, отбивает ритм по корпусу рояля и демонстрирует грамотный битбокс. Он безупречно управляет аудиторией, чередуя латиноамериканские ритмы, госпел и рок. Он поет Ларин Хилл, Юст, Джигелло, Джастина Тимберлика и Радио Хед. Зрители повинуются его командам то пускаются в танец, то замирают, боясь вздохнуть. Это был мастер-класс. Корреспондент «Твердый знак» увидел здесь всех сколько-нибудь серьезных сессионных музыкантов Москвы и всех артистов, которые так или иначе практикуют импровизацию в своей работе. Когда Джейми Каллум запел их «And Dry Radiohead», сложилась и вовсе волшебная картинка, великая рок-песня в джазовой обработке и силуэт церкви 16 века. Толпа у сцены состояла не только из профессионалов. Здесь были очень разные люди, в одинаковой степени способные оценить мастерство музыканта и ценность момента. Камера транслировала на экран крупные планы зрителей и создавала ощущение единства индивидуальностей. Тем и хороша усадьба. Чаз. Артисты разговаривали с нами как со старыми друзьями. Нина Катамадзе говорила, что ее сердце сейчас в Грузии, и люди понимали, как сложно ей выступать здесь и сейчас. Иван Дорн читал свои стихи о Москве, «Опрятно выглядишь. Ты очень изменилась в культурном росте и в борьбе за справедливость». Шарон Кавакс дарила всем луковицы тюльпанов. Джимми Калум говорил, что играет в первую очередь для своей жены. Это свои. Это семья. Это ощущение пропало только во время выступления. Там была масса. Почему отменили Воронежскую усадьбу для Портера Подобрала достаточно яркую программу. Здесь были Иван Дорн с джазовым составом, американская певица и поэтесса Июка, трагичная голландская дива Шарон Кавакс, звезда Аниас Винга Корой Эмиралт. Хедлайнером сцены неожиданно оказался британский саул-певец Майкл Кванека, о котором многие узнали из сериала «Большая маленькая ложь», где его песнь «Ючелдь» «Литл Харт» звучит на титрах. Майкла Киванаку в качестве главного повода приехать на фестиваль упоминали все музыканты и меломаны, с которыми довелось пообщаться корреспонденту «Твердый знак». Он не подвел и при этом органично вписался в джазовый контекст. И даже скандальная американская рэп-исполнительница Зилия Бэнкс, одетая самым провокационным образом и сломавшая весь график выступлений, была здесь к месту со своей сложнейшей пулеметной чаткой живым барабанщиком на сцене. Что там, даже группа «Сплин», закрывавшая первый день фестиваля и не показавшая ничего, чего мы о ней не знаем, была кстати, потому что это был разговор о каждом отдельном человеке, да еще и на родном языке. Фестиваль «Усадьба» ЧАЗ В Коломенском в 2019 году прошел в 16-й раз фото коммерсант Иван Водопьянов. Акцент в выступлениях был сделан на хип-хоп, его разбавили пианисты, джазовые певцы, поп-исполнители и питерские рокеры фото коммерсант Иван Водопьянов. Грузинская певица Нина Катамадзе во время выступления фото коммерсант Иван Водопьянов. Из традиционной усадьбы Архангельская фестиваль переехал ближе к центру Москвы в Коломенское фото коммерсант Иван Водопьянов. Для детей на фестивале было организовано пространство Jazz Kids. Вход для посетителей до 10 лет был бесплатным фото коммерсант Иван Водопьянов. Помимо музыкальной программы гостей ждали маркет и фудкорт фото коммерсант Иван Водопьянов. Выступление грузинской певицы Нина Катамадзе фото коммерсант Иван Водопьянов. Солнце иногда сменялось дождем, но это не мешало публике наслаждаться выступлением артистов фото коммерсант Иван Водопьянов. Выступление британского саул-певца Майкла Кивануки фото коммерсант Иван Водопьянов. Одним из хедлайнеров фестиваля стала американская певица Азилия Бэнкс фото коммерсант Иван Водопьянов. 22 июня ежегодно по всей России отмечают День памяти и скорби. В этот день на фестивале была объявлена минута молчания. Артисты исполнили песни военных лет фото коммерсант Иван Водопьянов. Лидер группы Сплин Александр Васильев подготовил для выступления сет из своих главных хитов фото коммерсант Иван Водопьянов. На фестивале также выступили Шарон Кавак, Сами Теба, Джимми Калум, Дафер Юсиф, Ай-Ай-Эка. Фото коммерсант Иван Водопьянов. Хедлайнером фестиваля стала американская хип-хоп группа Black Kite Peas. Фото коммерсант Иван Водопьянов. Участники группы Black Kite Peas представили песни из нового студийного альбома Masters of the Sun Volume. Один фото коммерсант Иван Водопьянов. На главной сцене со специальной джаз-фанковой программой выступил Иван Дорн фото коммерсант Иван Водопьянов. Фестиваль усадьба ЧАЗ завершился 23 июня красочным фейерверком фото коммерсант Иван Водопьянов. Продолжение следует... Продолжение следует... Фестиваль усадьба Фестиваль усадьба Коммерсант Одним из хедлайнеров фестиваля стала американская певица Азилия Бэнкс Коммерсант 22 июня ежегодно по всей России отмечают День памяти и скорби В этот день на фестивале была объявлена минута молчания Артисты исполнили песни военных лет фото Коммерсант лидер группы Сплин Александр Васильев подготовил для выступления сет из своих главных хитов фото Коммерсант на фестивале также выступили Шарон Кавак Сами Теба, Джимми Калум, Дафер Юсиф Ай-Ай-Ока Фото Коммерсант хедлайнером фестиваля стала американская хип-хоп группа Black-Kide Peas Фото Коммерсант Участники группы Black-Kide Peas Представили песни из нового студийного альбома Masters of the Sun Volume Один фото Коммерсант на главной сцене со специальной джаз-фанковой программой выступил Иван Дорн Фото, коммерсант фестивалю Садьба Джаз Завершился 23 июня красочным фейерверком фото Коммерсант смотреть минус Коммерсант 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 Коммерсант